Всем привет The Brush Семерочка и давайте рассмотрим такую штуку называется Stencil Находится она рядом со строк, вот это Stencil И посмотрим как она работает Вот так вот поднабросал я тут дровишек Текстурку скачал тоже коры дерева, сейчас покажу вам Вот включаем альфу И подгружаем, жмем импорт Находим где эта текстура находится Подгружаем ее и будем сейчас с ней работать Вот такая у меня штукенция тут, альфочка Вот вы ее подгружаете когда Открываем боковую панель Сразу открываем альфу и закидываем это все сюда И также берем Stencil и закидываем все сюда Все, это у нас загружено Следом что делаем Открываем цилиндр Вот такая штука Альфом и левой кнопкой мыши подкрутим Включим флур, посмотрим где как чего установлено Включим X, найдем симметрию, вот она Так, выравниваем shift левая кнопка мыши Теперь отключаем флур, он нам не нужен Так, включим make polymesh Заходим в geometry, находим size Уменьшаем немножко заготовку бревна И немножко ее вот так вот вытягиваем Вот где-то такое бревно будет Следом что делаем Делаем всему этому дайномеш Вот так вот Ну и в принципе все готово до работы Так, теперь открываем вот эту панель У кого закрылась, альфа Жмем transter, вот эту И жмем make set Вот вы видите, что появилась текстура Вот так все это дело тут Находится сбоку Жмем пробел Можно это все дело тут передвигать По экрану Ну и что теперь можно сделать Немножко бревно опустим С помощью пробела Можно ее вытягивать Можно ее уплотнять Сужать по горизонтали, по вертикали Также можно ее выставлять Как вам надо на бревно И теперь заходим к самым stencil Вот он, stencil Здесь вот есть количество альф Вот сейчас одна стоит Вы можете вот это все дело Множить Получается по вертикали и горизонтали Становится больше вот этих альф Они более уплотняются Текстуру можете делать Именно регулируя вот этими альфа Repet Вы можете здесь Вытягивать по горизонтали По вертикали Так же как и пробел Ставим по горизонтали Прибавляем немного альф Нажимаем Врейп мод И вы видите что Вся альфа привязалась именно к модели Вот сделала такой вот Оттенок Что теперь можно сделать? Когда альфа привязалась к модели Можно взять и стандарт Сделать интенсивность поменьше Драфт сайз побольше И вот так все это дело тут Падно бросать Нарисовать вот эту именно текстурку Вот вы видите она сзади находится Так же можно перекручивать модель И уже по этой текстуре Где-то побольше нарисовать Где-то поменьше Если вас не устраивает Размер текстуры В реп мод можно отключить Уменьшить количество альф Множитель И в реп мод включить опять Она опять привязалась И вот теперь текстура будет Чуть-чуть поплотнее Покрупнее Вот так все это выравниваем И все это дело наносим Вот так вот Все это дело выравниваем опять И вот так Опять же все это можно вертеть Крутить С помощью вот этого пробела Вы видите что можно Накидывать ее на разную сторону Допустим вот на боковую Опять же пробел включайте В реп мод можно вернуть Назад В реп мод отключить И в реп мод включить Вот вы видите что она тут Крутится вертится И можно ее накинуть Именно на модель Любую выбрать Любой угол Любую текстурку Опять можно прибавить Альфа Реп ряд Вот так ее Крутить Уже если даже В реп мод отключить Вы можете ее сами Подставлять Как хотите Так и Рисуйте Вот так вот Можете ее вот так Под углом поставить Где-то дорисовать Ну словом Вот такая прикольная штука Так Отключить В реп мод Это Стенцил Он Стенцил Отключается Вот здесь Стенцил Он И у вас получается Вот такое Вот такое Блино Вот с такой Текстуркой Можно добавить Еще дивайдов И можно еще Поработать Допустим Драк Рекс Включить И вот так Все это дело Докидать С помощью Зап И Засад Вот так вот Интенсивность Можно поставить Побольше Вот аж До такого Но это Слишком Подгадать Как да что Вот так Все это дело Можно Поднакидать Можно Дровсайз Уменьшать Прибавлять Добавлять В разные Стороны Это все Дело Смотрите Вертите Крутите Так Все это Боковая Не нужна Я надеюсь Вы поняли Что такое Стенцил Мод Так Что теперь Можно Сделать Можно Поставить Допустим Кисть Клейбердеп И Немножко Тут Кое-где Попремять Кое-где Поурезать Засап И Вот так Вот Пардонте Уменьшить Интенсивность Допустим До троечки И Вот так Все это Дело Тут Кое-где Попремять Вот так Вот Придать Вид Именно Бревна И Также Можно Стандартной Кистью Отключить Включить Фрехет Отключить Текстуру Зайти В строк Включить Лези Маус Поставить Лези Маус Поменьше Шаг И Радиус Чуть Чуть Можно Прибавить Вот Так Все Это Дело Тут Чуть Чуть Кое-где Проявить Вот Так Вот Ну И Давайте Чисто Символически Здесь Что-нибудь Поднабросаем Вот Так Вот Типа Можно Также Текстуру Бревна Найти Вот Такого Круженного Тут Срезки И Ее Вот Так Тут Под Накидать Вот Все Это Дело Вот Так Мы Выкручиваем Выкруживаем Нормально Прорисовываем Не Как Я Ну Что-то В этом Духе Так Ну Вот Бревно Есть Теперь Давайте Мофт Топологи Возьмем Вот Так Вот Прибавим Драф Сайз Поставим Наверное Симметрию Вот Так Вот И Немножко Где-то Это Все Дело Повытягиваем Вот Где-то Вот Так Вот Тут Можно Чуть Чуть Вот Так Вот Наискось Здесь Тоже Можно Попримять Ну Что-то Вот В таком Духе Можно Сделать Ну Вот Когда Уже Бревно Есть Нягкий Допустим Какое Треска Вот Такая Текстурка Вот Такая Теперь Можно Все Это Дело Обрезать Давайте Дубликат Сразу Сделаем И Делаем Так Пардон Пардонки Ctrl Shift Stream Rect И вот Так Все Это Дело Так Предварительно Просит Удалить Дивайды Жмем Жмем Дел И Вот Так Все Это Дело Обрезаем Вот Таким Вот Делом И Вот Получается Где-то Вот Такая Вот Доска Вот Привариваем Все Как Положено Второй Можете Конечно Получше Покачественнее Сделать По-любому Она будет Покачественней И Вот Здесь Все Это Дело Можно Тоже Попрорезать Допустим Стандартную Кисть Так Сначала Ctrl W Вот Так Все Это Дело Выровняем Теперь Сделаем Геометрии Сделаем Дайна Мэш Добавим Ctrl D Еще Ctrl D И Теперь Сделаем Включим Второй Subtool И Сделаем Project Project All Все Project All Делается Вот Мэш Детали И Посмотрим Что Получится Отключаем Второй Subtool Вот Наложилась Текстурка Вот Такой Внешний Вид Можно Еще Конечно Кое Где Подгладить Кое Где Подрезать Кое Где Добавить Сучков Ну В принципе Текстура Видна Что Это Доска Смотрим Что У нас Тут Сеткой Вот Такая Штука Можно Так Сделать Дом Мост Какой Нибудь Там Я Не знаю Чуть Тоньше Доски И Вот Получается Вот Такой Навесной Мост Может Здесь Петли Канаты Добавить Ну Как Вариант Опять же Вот Что Она Выглядит Все Всем Пока До Свидания Опять Желай Дизлай Как Обычно